всем добрый вечер всем здравствуйте кто присоединяется к нам всем здравствуйте давайте подождем к нам еще присоединяться давайте еще подождем кто к нам присоединиться я смотрю instagram совершенствуется и у нас можно уже тему прямого эфира написать это меня очень порадовало ну что кто у нас присоединился дайте мне пожалуйста обратную связь как меня слышно от единички до пятерки напишите как меня слышно как меня видно и о чем мы сегодня будем говорить как вы уже поняли это призвание самореализации но я хочу немножко поделиться тем что я была в отпуске опять же как вы уже поняли из объявлений я на прошлой неделе была в отпуске вот только вернулась официально это была прага но еще заехали еще в пару городов европы это регенсбург это у нас поваре германия и австрии вена соответственно была в трех городах и трех странах европы на самом деле очень чудесно получилось очень насыщенная поездка детей сдали и я оторвалась да то есть впервые за много времени только с мужем поехали и это было прекрасно это было очень интересно это было очень насыщенно потому что мы позволили вот ходить 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 набираться впечатление набираться новых эмоций новых какие-то новые информации потому что формат тоже было очень много с помощью было брали экскурсии брали гидов сами ходили много чего накачали в интернете брали так такой вот гид программу скачивали соответственно Действительно, информации было много, погрузились в ту историю, европейскую историю, средневековую, в момент более поздних веков, то есть 18-19 века, история королей. Вот тоже очень интересно получается история правления королей, как менялись династии, точнее, как менялись короли в рамках одной династии, потому что, по сути, да, вижу, слышно и видно хорошо. Добрый вечер, кто присоединяется. По сути, долгое-долгое время, несколько веков в Германии, в Европе правила династия Габсбургов. Если во Франции это были Валуа, и еще кто-то там, сейчас уже не вспомню, а вот именно в Европе это были Габсбурги. Очень интересно было слушать про эту историю, смотреть, как люди жили, погружаешься, впечатляешься, и потом начинаешь анализировать, к чему это приводит, вот уже через время смотришь, да, и сравниваешь с той историей, которая происходит сейчас у нас. Потому что очень интересно получилось, что к чему привело тогда, как это было тогда в Европе, как это было у нас, и как одновременно, по сути, закатились несколько династий и почему. То есть у нас, получается, в Европе закатилась династия Габсбургов, в России закатилась династия Романов, вообще вот просто правление закончилось. В Италии тоже правление закончилось и плавно перешло в республику, во Франции там чуточку пораньше все это в республику. Но, тем не менее, это действительно было интересно. Я ехала в Прагу, на самом деле, с одной большой целью много-много погулять, посмотреть, насладиться архитектурными красотами. Я понимала, что в феврале вряд ли получится насладиться зеленью, потому что февраль. Тем не менее, я получила большое удовольствие, потому что погода была теплая, погода была солнечной, только один день был дождик уже в день отъезда капал. Ну, это мне не помешало. Когда вот мы приехали сюда, и здесь минус 14, я почувствовала, почувствовала, что да, зима все-таки есть, не только в календаре. Вот, что еще? Туда еще я поехала, на самом деле, вот давно мечтала попасть в музей Альфонса Мухи. Это вот один из моих любимых художников. Да, да, один из любимых художников. И мы пошли с мужем. Муж долго смотрел, и потом меня спросил, и все-таки, что ты в нем нашла, да, расскажи. И мне пришлось ему рассказать, что я чувствую, но он не понял. Почему? Потому что, наверное, все-таки Альфонс Муха – это художник для женщин. С его умением передать именно женскую красоту, женское изящество. Хотя, вроде как, обычных женщин рисовала по пропорциям. У меня муж вымерил. Тем не менее, вот эту вот красоту, изящество, да, он передавал. И я очень вдохновилась. У меня, вот видите, даже брошка самого, дизайна самого Альфонса Мухи. И я довольна, я счастлива. Вот. Но не об этом, в общем-то, я хотела поговорить. Хотя я могу и рассказать. Вы только спрашиваете, что вам интересно. Я в сторис выкладывала свои наблюдения, свои заметки. Вот сегодня я про вену уже выложила. Фотоотчет – все. Поставила большую галочку, что все рассказала. В целом, что видела, что зацепила. Что вам интересно, вы задавайте вопросы, я, соответственно, расскажу. Я хотела бы сейчас вам с вами поделиться своими эмоциями, своими чувствами, своими наблюдениями в как раз тему призвания, тему самореализации. Почему? Потому что, ну вот, по моему мнению, что если бы я была, не пошла вслед по пути своего призвания, по пути своего предназначения, миссии, называйте, как хотите, но по большому счету я сейчас живу своим предназначением. И я реализую сразу несколько своих призваний. И если бы я не шла этим путем, то не факт, что я была, как, что я бы побыла там, в Европе, да, побыла и реализовала то, что я хочу. Потому что на самом деле вот меня прежде всего тянула туда самая большая главная цель – побывать в музее Альфонса Мухи. Погулять и побывать вот две большие цели. И вот это, вот именно я изучала, да, где, что, как, когда работает этот Альфонс Мух музей, и это меня ввело, это меня толкало. Да, вот я читаю ваш вопрос, как планировали отпуск, сами маршрут прокладывали, экскурсовод был. Планировали отпуск, вот, ну, не то чтобы спонтанно, я буквально накануне, накануне села, почитала там 10 достопримечательностей. У меня муж был лет 15 назад в Праге, вот, то есть он уже видел там, типа, в Карлово Вару я не поеду, я не хочу, это он мне сказал. Остальное на твой откуп. Я говорю, хорошо, 10 достопримечательностей скачала, 10, там, 20, не знаю, каких-то в интернете. У меня, говорю, был Альфонс Муха, и всё. У меня приятельница работает в турагентстве, она мне свой скинула путеводительную, я по нему, я его прочитала, но практически ничего не пользовалась. Запомнила, что хотелось посмотреть еврейский квартал, у него очень интересная история была. И когда приехали, прилетели, в туроператор предложил несколько экскурсий, сейчас я смотрю, это везде уже практикуется, что в день приезда даются, когда встречающая сторона, да, вот, от туроператора пока нас везут в отеле, либо же отельный гид приходит и даёт разные варианты разных экскурсий. И вот в первый день, в день приезда даются очень хорошие скидки. Мы этим воспользовались, так как уже знали, что да, имеет смысл, и искать ничего не надо, уже примерно порядок цен понимали в интернете, я глянула, да, каковы расценки. Думали, что сами куда-то поедем в Европу, я обязательно хотела посмотреть что-то ещё, кроме Чехии. И вот была экскурсия в Вену, предложили Регенсбург, посмотрели, я, конечно, ещё хотела в замок Нойшвайнштайн, тоже в Чехии, очень красивый, интересный замок, я думаю, вы его знаете, если наберёте, вы его визуально узнаете. Но это была двухдневная экскурсия по замкам Баварии, мы не попадали по срокам, поэтому решили, что у нас есть повод вернуться ещё раз. И взяли экскурсию по городу, шестичасовую, правда, перед этим накануне целый день сами всё облазили. Тем не менее, шестичасовая экскурсия была очень интересная, дала много... Когда мы накануне прогулялись, нам было интересно, а что это, а вот это, а вот это. И когда уже пошли на экскурсию, мы задавали конкретные вопросы, да, вот, что уже видели по-увиденному. И плюс ещё там большой-большой поток был, и вопросов возникал в ходе экскурсии. Вот. Я про другое хочу сказать, про призвание, как важно, да, и почему моё призвание, ну, оно меня сюда привело. Прежде всего, как я уже сказала, что это был Альфонс Муха, но при этом я же реализую одновременно несколько призваний. У меня вот оно идёт, это вот как раз-таки я там жена, я мать, я там сестра, я там дочь, да, это вот самое простое призвание быть сестрой моих братьев, да, быть женой моему мужу. Не просто женой, но и музой, потому что вот мужу очень понравилось то, что я там в итоге спланировала я. Я говорила, что сегодня мы едем туда, сегодня мы едем туда, идём туда, я хочу вот это, вот это, вот это посмотреть. А уж он там по навигатору составлял маршрут как лучше, потому что он хотелось бы всё захватить по максимуму. Ему настолько понравилось, что он уже сидит и буквально вчера говорит, ну что, куда мы поедем? И, соответственно, предлагает разные варианты сам, сам даёт инициативу, что какие даты у него есть, и ты, говорит, мне предлагай, а я выберу. Ну, я понимаю, что если бы я, ну, мне просто нужно тоже свои тренинги состыковать, у него-то жёстко фиксированный график отпусков, а мне нужен график своих тренингов построить, и да, я с удовольствием поеду. И я понимаю, что если бы я работала в офисе, то я была бы более жёстко привязана к состыковывать отпуска, мои, мужа, детские каникулы, это было бы гораздо-гораздо сложнее. А так я поехала, инстаграм выключила, честно скажу, я не думала ничего, обычно как-то в отпуске всё равно я немножко работаю. Мне позволяет, ну, когда я там с детьми, муж, например, с детьми занимается, я работаю, какие-то идеи накидываю. В этот раз я гуляю, я ни о чём не думаю, мне хорошо. И вечером, приходили вечером очень уставшие, но просто вот даже уже не хватало сил выкладывать фотографии, я через силу просто потому, что настолько действительно были уставшие, и поздно вечером ложились поспать поздно вечером, ранний подъём, чтобы всё посмотреть. Вот. И я поехала туда, вот, ну, опять же, чем я люблю путешествия, и вот мой образ, мой нынешний образ жизни позволяет всё-таки чаще путешествовать, даже с детьми. Вопрос в время поехала, момент в том, что я поехала, были несколько нерешённых вопросов личного характера, поиск себя, новых, своих новых качеств, потому что я понимаю, что, да, пласт уже, я выросла из своей предыдущей оболочки, и мне хочется расти дальше, глубже, но я энергетически не готова, ну, вроде есть перспективы, я вижу, куда расти, но энергетически прыгнуть на новую ступеньку я не готова. Вот как раз поехала, наполнилась, потому что есть такая тема, астрологическая она, лучше всего уезжать, да, ну, в идеале дней на 10, ну, хотя бы на неделю. Почему? Потому что меняется энергия. Мы поехали, да, вот, мы поехали в новое место, обновились, пропустили через себя те энергии. Наше старое место, в котором мы живём, оно тоже обновилось, потому что пришли новые энергии, земля прокрутилась, да, вот, и всё очистилось. Ну, как вода, да, течёт, река вроде как одна, а вода каждый раз, каждый момент разная. И вот за этим я и поехала. Это случилось, вот сейчас уже чувствую, бурлит моё новое состояние, посмотрим, как оно будет реализовываться. Ну, вот, два дня не могу головы поднять, потому что действительно проекты пошли. Причём, опять же, так как я отпустила Инстаграм, сделала запросы, дорогая вселенная, хочу вот в новом качестве, хочу новый проект, такие, такие, такие. И уже вот пока меня не было, мне в Инстаграме несколько предложений на почту накидали, да, в WhatsApp, и действительно пошли уже, пошли предложения. Это где-то с середины отпуска, ближе к концу, вот там прорыв случился. То есть, когда, как только я почувствовала себя, что да, я готова идти дальше, я чувствую в себе силы, и оно пришло. Дорогая вселенная, ну, как бы я открыла сердце, дорогая вселенная тут же стала подкидывать варианты. Я всему сказала да, вот сейчас, ну, посмотрим, куда оно вытечет, потому что что-то реализуется, что-то реализуется криво, что-то не реализуется, на этапе согласования заглохнет. Это нормально. Главное всему говорить да. Да. И вот мы с вами сейчас проделаем арт-терапию, я надеюсь, вы подготовили карандаши фломастера о том, что вы будете чувствовать, когда вы живете, реализуете свое призвание. Потому что, вот тоже интересную тему я привезла именно из Праги, рассказали, гиды спросили там про ваше образование, про разные какие-то моменты, как те, кем работают чехи, да, вот как у них с промышленностью, потому что это одна из стран постсоциалистических, у которых, по сути, не было такого кризиса, когда они отказались от социалистической модели экономики. И они, в отличие от Польши, да, с ее безумной девальвацией, в отличие от Советского Союза, который развал Советского Союза и кризис 90-х годов, Чехия вышла довольно ровно на современные рельсы экономики, по сути, и на рыночную, именно перестроилась на рыночную экономику. Я когда спросила, да, вот, а как это, что помогло? Ну, во-первых, действительно помогло отделение Словакии от Чехии, потому что Словакия, она более аграрная страна, и там, ну, Чехия всегда ее тянула. И Чехия это осознавали, и Словакия, и плюс Чехия притянула им иностранный капитал, то, к чему мы очень долго, вот, в частности, Россия долго шла и сомневалась, надо это сделать или нет. И там была грамотно проведена приватизация. Именно приватизация, а не то подобие, которое было сделано в России. Вот, и что я хочу отметить, как, ну, это вот гид говорит, со слов гида, в Чехии детей начинают определять их таланты, их призвание с самого раннего детства. Вот то, на что у нас не обращают внимания, у нас школа, вот, уравниловка идет, идет по программе такой-то, идет по такой-то программе. Там же уже где-то с трех, ну, с четырех, с пяти лет начинают спрашивать, вернее, начинают наблюдать, что, какие таланты у ребенка, к чему ему больше тянет. Ему нравится сидеть, рисовать, созерцать, да, что-то там думать, какие-то вещи складывать, кубики, что-то еще. Значит, у него логический склад ума. Если ему нравится именно рисовать, творить какие-то вещи делать, лепить поделки, значит, у него более творческий склад ума. Если у него ни то, ни другое, ни третье, значит, у него спортивный склад организма, его в спорт отправлять. Про что мы говорим? Про призвание, про то, как важно идти путем своего призвания и как это помогает реализоваться в жизни, как это помогает быть счастливым. И, соответственно, чехи до пяти лет определяют направление в вехе развития ребенка и потом уже отправляют в специализированные школы, что, ага, вот это гимназия с гуманитарным уклоном, это гимназия с каким-то там аналитическим, физическим уклоном. И потом еще там какие-то подветки есть, классы специализированные, то есть ребенок постоянно развивает то, с чем он пришел. Мы вот это будем вспоминать, будем развивать на тренинге, реализуя свое призвание, да, мы, собственно, будем вспоминать, с чем мы пришли в эту жизнь. Ведь мы, наша система, как я уже сказала, общая уравниловка, и не важно, что ты пришел сюда для того, чтобы быть простым, по сути, библиотекарем, да, и тебе важно там архивы составлять, тебя от этого просто вот тащат. Вот ты вынужден работать бухгалтером, потому что здесь хватит больше. И вот чихи, они уже в 15 лет, да, тоже вопрос, с кем я буду работать? У них нету такого культа высшего образования. Они идут туда, куда зовет их сердце. Они идут за тем, куда подсказывает душа, да, что просит душа. И у них на самом деле, скорее, это страна, где очень много исполнителей, где много ремесленников. Вот все высшие такие должности, много вакансий и много приезжают с России, работают на таких хороших должностях, если, конечно, знают чешский язык. И, кстати, образование там на чешском языке бесплатно. Даже любой россиянин, нероссиянин может приехать, изучить, выучить чешский язык и поступить с тем уровнем, который есть у нас сейчас. Это несложно сделать. И это я к чему говорю? К тому, что совсем не обязательно иметь высшее образование, совсем не обязательно иметь какую-то там замечательную, престижную должность, чтобы реализовывать себя, реализовывать свое призвание. Почему? Потому что те, кто идут своим путем, по пути своего призвания, они счастливы, они довольны тем, что есть в их жизни. И у них нет такого чувства неудовлетворенности и опустошения. Они понимают, их не мучает такое состояние, что я способен на большее, я еще не дораскрыл свой потенциал. Нет, они как раз-таки раскрывают свой потенциал, они реализуют себя полностью, они делают то, что просит душа. А ведь это важно, это на самом деле мы не головой живем, мы чувствами живем, мы инстинктами живем, мы пришли сюда быть счастливыми. И получается, что знание, понимание своего призвания – это, по сути, такая вот волшебная таблетка. И если ты честен до конца с собой, готов его реализовать, кстати, совсем не обязательно бросать какую-то старую работу и искать новую, искать новую себя, можно найти даже призвание в рамках того, что делаешь уже сейчас, с учетом того опыта, что уже имеется. Потому что, ну вот элементарный такой пример, я являюсь, у меня букет призваний, как я уже сказала, да? С одной стороны, я являюсь целителем, это, ну это мне уже по карте жизни дано, быть целителем. Но я не целитель в таком понимании, в прямом, да, я доктор, я могу быть доктором. Я, нет, я не могу быть доктором, потому что вид крови меня приводит, сводит с ума, и меня тошнит от этого. Тем не менее, я лечу души, но помогаю, даже, ну опять же, не я лечу, я помогаю исцелиться с помощью того же тета-хиллинга системы. Тета-хиллинга – это энергетическая система. С помощью тех же метафорических карт, с помощью той же арт-терапии я реализую вот такое призвание. И при этом, опять же, это вот лишь одна толика меня, лишь одна часть меня. И можно, как вариант, я исцеляю душу, когда люди приходят ко мне на курс про полушарного рисования, я помогаю им исцелиться, потому что, действительно, люди забывают о стрессах. Люди, а стрессы – это что? Это такой бы источник заразы, источник болезни, что прям вообще. И, соответственно, вот оно, целительство в глобальном таком понимании через много-много-много способов реализуется. Также и вы можете, будучи, сидя на своей работе, на своей должности, найти то свое призвание, которое вы можете реализовать для себя, для своей души. Вот не зря говорят, есть хобби, есть отдушина. Почему бы и да? Главное – пойти, услышать его, найти и идти туда, где есть счастье, где для вас приготовлено счастье. Почему? Потому что счастье – это энергия. У нас получается такая спираль энергии, я себе даже записала, что когда мы реализуем свое призвание, мы участвуем в круговороте вселенской энергии, ни много ни мало. То есть, как это происходит? Схема такая, что когда мы понимаем, что да, это наше, то наш путь, к нам приходит какая-то идея. Мы ее уловили, мы были честны с собой, мы услышали стук души. Да, вот она идея, мы принимаем решение реализовать эту идею. Это вот первый момент, да? И тогда к нам приходит вдохновение от того, что да, эта идея блестящая, это супер, я сейчас пойду и это сделаю. Вот оно, вдохновение – это энергия. И приходит не просто вдохновение, а приходит новая энергия, еще больше энергии для того, чтобы мы в действиях осуществили. То есть, вот вдохновение – это виток энергии, импульс зажегся, и приходит топливо, другая энергия, чтобы мы могли пойти и сделать, осуществить эту идею. После этого, когда мы реализовали, неважно каким образом, там на тройку, на двойку, на пятерку, но мы реализовали, у нас все равно есть чувство удовлетворенности. И вот это чувство удовлетворенности, оно нас питает еще больше, и приходит новый виток энергии, то есть еще больше, и нас вот распирает, нас переполняет, нам хочется делиться, нам хочется отдавать. И что мы делаем? Мы идем действительно, и вот то, что наш плод, наши идеи, мы отдаем в мир. Каким образом? И что это может быть? Это неважно, да? Абсолютно любая деталька, даже вот если ткачина на фабрике, она, ну что казалось бы, она помогает из ниточек делать полотно, но при этом она реализует большую такую великую миссию, что из этого полотна, возможно, будут созданы какие-нибудь красивые шторы для интернета, для интернета, для интерьера. Либо, возможно, будут какие-то созданы, какая-то женщина создаст красивое платье, да, кто-то создаст свадебное, даже свадебное платье. И вот видите, каким образом эта простая ткачиха на фабрике реализует свое призвание быть полезной миру, ей просто нравится там с ниточками заниматься, и при этом сколько добра она несет в мир, сколько добра, сколько она вот дает какое общечеловеческое полезное дело. И, соответственно, когда ощущаешь, что ты полезен в мире, когда ты ощущаешь, что ты важен, что ты нужен, что ты не один, и вот что твой, ну как вот человек, это винтик, который очень важный винтик в системе Вселенной. Когда ты вот это осознаешь, ощущаешь, независимо от того, что ты делаешь, тебе еще больше энергии приходит, ты еще больше, вот действительно приходит не просто энергия, а состояние счастья, состояние покоя, что да, это так, да, я иду своим путем. И вот таким образом мы развиваемся по спирали, что сегодня я сделала там три катушки ниток, завтра я сделаю пять катушек ниток, послезавтра еще три, опять три, да, но при этом я каждый день полезна миру, и каждый день у меня энергии приходят, приходят, приходят. Если же мы не идем своим путем, то что происходит? Наоборот, эта спираль энергии, она сворачивается, и нас мучает чувство неудовлетворенности, что я не реализовал свой потенциал, я пришел в этот мир для чего-то большего, я пришел что-то сделать, но что не знаю. И от этого, от неизвестности, да, от сожаления, от самоедства, что я ничего полезного не делаю, ну и даже полезное что-то делаю, но оно не греет. Вот от этого энергия сворачивается, 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 и возникает ощущение, что, ну, какой-то такой пустоты и никчемности жизни. Вы еще со мной дайте мне обратную связь, то есть кто понял вот про эту спираль энергии, которая раскрывается и наполняется, если мы идем по призванию, и что наша энергия сворачивается, если мы не следуем за призванием. Дайте мне обратную связь, поняли или нет. И мы с вами потихоньку перейдем к практике. Ну вот я хотела бы с вами перейти именно к практике. И для того, чтобы перейти к практике, мне, да, напишите мне, вот насколько вы чувствуете, что вы идете по своему призванию или нет, потому что вот, ну, по вашим личным ощущениям, вот сейчас, прежде чем мы начнем практиковаться, напишите, идете ли вы своим призванием, как вот по вашим ощущениям, или вам чего-то не хватает в этой жизни. Потому что когда мы не реализуем свое призвание, у нас кризисы, у нас депрессия, у нас внутренние истерики, женские истерики на самом деле, что вроде бы быт устроен, но что-то не то, и вот эта вот истерика, кто-то может сказать, что это ПМС, но если это непрекращающийся ПМС, то извините меня. Это действительно депрессия, я затяжная, которая приводит к болезням, которая приводит к состоянию общей неудовлетворенности жизни. Поэтому подумайте, вот просто ощутите, насколько вы понимаете, что вы идете по призванию своему, реализуете его, а их много, как я уже сказала, я вам уже перечисляла свои варианты, вот. И давайте уже переходить к практике. Возьмите лист бумаги, самый простой лист бумаги, у меня формат А4, я приготовила ручку, либо маркер, чтобы вам было лучше видно. Вы берите просто ручку, вот обычную ручку. Вам понадобится, ну, буквально два, наверное, листа бумаги, можно три, потому что вам, возможно, будут приходить какие-то идеи, какие-то мысли, вы их будете записывать. Если вы не приготовили воды, ну, если вы не попили воды, то попейте. Надеюсь, что вы ее приготовили. И просто закройте глаза, закройте глаза, и вот ручка, листок бумаги, и теперь представьте свою жизнь. Сделайте несколько глубоких вдохов, расслабьтесь и прислушайтесь к себе. Представьте, что вот он ваш путь, большой-большой, длинный-длинный. И вы находитесь в какой-то точке этого пути, здесь и сейчас. И сейчас возьмите и нарисуйте свой путь. Я посмотрю, будет видно, если ручка будет видна. Нет, ручка не видна. Давайте фломастер буду рисовать. Нарисуйте свой путь. Вот она, точка А, точка вашего рождения, точка потенциала. Вот он, ваш нераскрывшийся потенциал. На самом деле потенциалов очень-очень-очень много. Вы заложили в себе огромное количество потенциалов, огромное количество дорог и своего призвания. Но вы выбрали идти. И в каждый момент жизни вы просто реализуете, делаете тот или иной выбор идти так, как вы идете. И вот здесь у вас точка Б, конечная точка вашей жизни. Той, та точка и той жизни, в которой вы придете, когда вы живете здесь и сейчас. Ну, таким образом жизни, как вы сейчас живете. И по ощущениям поставьте точку где-то на этой линии, где вы находитесь сейчас. Может быть здесь, может быть здесь. Просто по ощущениям поставьте эту точку, где вы находитесь сейчас. Вот, допустим, вот. Точка, вот она, точка Б, а здесь точка В. Все логично. Что вы сейчас в этой точке. И теперь вот посмотрите на свой отрезок жизни, который вы уже прошли, который вы уже прожили. Посмотрите на него, закройте глаза, представьте его. И задайте себе вопрос, а своим ли путем я иду? И оцените вот это вот. Вот он ваш путь. Оцените этот путь от нуля до десяти. Прям вот почувствуйте, насколько вы оцениваете. Тем ли вы путем идете? Очень важно, особенно вот эта вот точка Б, в которой вы сейчас. Потому что там, возможно, вы ошибались. Вам не... Вы понимали, что вы идете не так, да? Но вы в какой-то момент сделали правильный выбор и пошли, и выровнялись. Выровнялись. И вот вопрос скорее, как вот сейчас вы оцениваете, тем ли путем вы идете от нуля до десяти. Оцените, пожалуйста. Можете даже записать. И задайте себе вопрос. Можете напишите, на какую цифру вы оценили. Да, дайте мне вот обратную связь в комментариях. На какую цифру вы оценили, тем ли путем вы идете. И потом задайте себе вопрос. А что мне не хватает, чтобы я, чтобы моя точка В была на десять баллов? Что мне не хватает? Может быть, вам что-то... Что вам следует изменить? Что вам следует добавить? Что вам следует убрать? Да, вот я вижу пятерка. Не то, не все. Есть куда развиваться. На самом деле, посередине пути. И вот этот пять уже радует, что не два, не три. Но очень-очень много куда идти. Я, например, оцениваю свой путь на восьмерку. Я понимаю, что я еще не все реализовала. Но восьмерку, восьмерка с плюсом. Потому что я в целом реализовываю тот потенциал, который могу здесь и сейчас на уровне своих возможностей. И, соответственно, что вам не хватает? Возможно, что-то убрать, что-то добавить, чтобы была десятка. Вот прям посмотрите, пожалуйста. И вот из этой точки у вас есть второй путь. Вот он, десятка-то. Вот он вариант. Вот этот путь, это продолжение той жизни, которой вы идете сейчас на том уровне баллов. Вот она, пятерка, семерка, возможно, двойка у кого-то. Вот вы идете сюда, и к чему вы придете? Я вам могу сказать, что если ничего не менять, то обычно путь вот так вот снижается, а то еще гораздо больше вниз идет. Почему? Просто по энергии. По той энергии, о которой я вам сегодня уже рассказала. То есть, если мы реализуем свое призвание, то мы, энергия пребывает, вот оно, состояние счастья, мы идем вверх. Если же мы не реализуем свое призвание, то энергия сворачивается, и вот оно, болезни, болячки недовольтаренной жизни, и все плохо, все ужасно. Даже если казалось бы, что все хорошо, и мы живем, ну, просто ничего не меняем. Но, как говорится, даже чтобы оставаться на месте, нужно быстро бежать. И поэтому в любом случае нужно развиваться, нужно что-то менять. Вот, и вам вопросы я дала, направляющие, что нужно, чтобы поменять. Но еще больше, еще такой вот очень важный момент, чтобы действительно изменить жизнь, нужно захотеть и нужно почувствовать вот эту точку на 10 баллов, что мы для этого делаем. Мы опять закрываем глаза и прям мысленно отвечаем на вопрос, как изменится моя жизнь, если я буду идти своим призванием, что я буду чувствовать, что меня и кто меня будет окружать. Вот прям закрывайте глаза и отвечайте на эти вопросы. Я даю буквально вам 2-3 минутки почувствовать вот это состояние, потому что мы продолжим, у нас есть еще второй этап арт-терапии. Задайте себе вопрос, что я буду делать, когда я реализую свое призвание. Причем здесь, знаете, здесь нет конкретного ответа, что именно вы будете делать, в том плане, что если мое призвание учить детей, поэтому я буду составлять учебники, поэтому я буду работать в детском саду, поэтому... То есть это вот конкретное узкое действие. Здесь мыслите векторами. Если я буду идти путем своего призвания, то я буду делать то, что будет наполнять меня счастьем. Я буду путешествовать и буду вдохновляться. Я буду работать с людьми, и это меня тоже вдохновляет, потому что на самом деле я ощущаю свою полезность. Я буду работать с деревяшками, если бы я была плотником. И что именно с деревяшками? С деревяшками можно делать все, что угодно. Может, вырезать какие-нибудь фигурки, краснодеревщик. Можно делать стул, какую-нибудь дизайнерскую мебель, стуль и лавки для людей на заказ, а можно быть мебельщиком на какой-то маленькой фабрике или на большой фабрике. Вот здесь вектора, что я буду работать с деревом, я буду работать с красками, я буду работать с тем-то. Но это вот просто по ощущениям. Может, просто у вас не будет никакого конкретного ответа, я буду счастлива, потому что... И важно вот эти ощущения зафиксировать, записать на подкорке мозга. Можете вот на этом же листочке написать, прям вот точка B, это у меня. Вот это, вот это, вот это, вот это. Вот прям чувство, свои ощущения. Запишите, пожалуйста. Ну, потом прослушайте прямой эфир и вопросы, что нужно, чтобы изменить. Вы потом просто-напросто пересмотрите, ответите на эти вопросы. Нужно вам немножко побольше времени. А вот сейчас вот по ощущению, когда я реализую свое призвание, когда я иду своим путем, когда я иду путем своего предназначения, какая я, что я чувствую, что происходит в моей жизни, что я делаю и что я не делаю. Здесь тоже очень важный момент, что я не делаю. Потому что если я, когда я реализую, когда я действительно иду своим путем, я не нервничаю, я спокойный. Потому что это, причем это не состояние такого внутреннего спокойствия и ощущения болота. Нет. Идет постоянное развитие. Просто я чувствую уверенность в себе, в своих силах. Это уверенный поступь человека, который знает, что делает, который знает, что, что бы он ни сделал, он будет всегда поддержан дорогой вселенной. Вот это очень важно. И вот эти вот ощущения, пожалуйста, включите в себе, если вдруг почему-то не удается. Представьте, почувствуйте, знайте, что, когда вы идете путем своего призвания, вы раскрыты миру. Вот вы как рок-воронка, да, или рок-емкость, назовите какую, не суть важна, да. Причем рок-изобилие, с одной стороны, из вас сыпется, потому что вы даете, вы не можете не давать, вы переполнены чем-то своим призванием и то, что вы производите. А с другой стороны, в вас сыпется, вот дары вселенной, дары, дорогая вселенная, на самом деле, высшие силы нас поддерживают, они дают нам возможности, подарки, подкидывают идеи, чтобы мы реализовывали, и те же финансы, они тоже сыпятся туда, потому что это идет круговорот энергии, это взаимный оборот энергии, а деньги – это лишь один из эквивалентов благодарности Вселенной за то, что мы идем своим путем. Почувствуйте это. И теперь вот среди всего того списка, что вы написали, выберите одно слово, возможно, новое создайте слово, которое наилучшим образом отражает то, что вы идете своим призванием. Вот это чувство, когда вы реализуете свое призвание, одно слово выберите, выберите его, зафиксируйте, почувствуйте, вот прям каждой клеточке своего тела, вдохните и растворите в себе это слово. Оно в вас. Теперь возьмите карандаш или ручку, или что там еще, и красиво напишите это слово. Например, вот я напишу «счастье», да, но опять же, чтобы вам было видно, я беру фломастер, и красиво напишите «счастье». Ну, у меня, я «счастье», да, написала. Может быть, самореализация, может быть, просто удовольствие, может быть, ну, какое-то чувство, да, может, у кого-то просто спокойствие или уверенность, неважно, вы сами выбирайте. Я отнюдь некрасиво пишу, я просто показываю. И вот из этого счастья вы берете и создаете красоту. Вы можете там цветочками, не знаю, лепесточками или чем-то еще, можете в красивую рамку сделать, оформляйте. Вот оно, ваше счастье. Счастье идти своим путем, идти путем своего предназначения. Вы берете и создаете свою красоту, вы создаете свое призвание, вы призываете его и сонастраиваетесь с этим путем. То есть вы делаете выбор. И для того, чтобы потом прийти вот к этому выбору, к этому счастью, вы просто-напросто действительно задаете вопрос, почему я еще не там, что мне не хватает, что мне изменить в своей жизни, что мне добавить в эту жизнь. И пока вы рисуете, я вам дам такую вот информацию. Я на самом деле, я говорю, это был отпуск, это было настолько наполняюще, настолько трансформирующе, настолько мне хочется всем этим поделиться. и те, кто давно со мной, они знают, что у меня сейчас идет набор на тренинг, реализуя свое призвание. Вот как раз таки, если вы хотите, вы можете сами пойти к своему призванию, отвечая вот на те вопросы, что я озвучивала, можете пойти по пути призвания вместе со мной. По пути, которым я прошла длинную дорогу, совершила множество ошибок, но я нашла в себе силы, и призналась, что да, это не мое, и просто откидывала, 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 и выбирала то, что мое, говорила да, что мое, тому, что мое. И у нас с 4 марта стартует тренинг вместе с моим партнером Юлианой Джей. Она такой тактический коуч, она человек, который не позволит никому свернуть с дороги, потому что вот он, путь выстроен, идем, 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 даже если внутренний критик, даже если внутренний саботажник захочет спрятаться под кустик или в норку убежать, вот Юлиана не даст этому. Я скорее помогу, покажу, где увидеть энергию, где взять энергию, где, каким образом, да, с помощью той же арт-терапии, с помощью тех же метафорических карт, найти, что нам мешает, убрать, освободиться от этого, наполниться новой энергией, чтобы действительно не просто встать на путь призвания, а задержаться на нем. Почему? Потому что очень важно, что когда мы приходим, выбираем какой-то, ну, делаем какой-то выбор новый, то нас дорогая вселенная проверяет. Во-первых, дорогая вселенная проверяет. Во-вторых, есть такое понятие, как эгрегоры, которые, эгрегоры в нашей привычной жизни, их много, и вот они начинают тянуть назад, типа, ты куда пошла? Ну-ка, вернись сейчас! И вот нас начинают назад затягивать, затягивать, затягивать. А мы-то хотим выпрыгнуть, а у нас не всегда хватает сил, а не хватает всегда, не хватает энергии или решительности, а окружающие не поддерживают. Это тоже, кстати, эгрегор. Далеко не всегда окружающие поддерживают. Чаще всего это, они не поддерживают, потому что им страшно, что их жизнь тоже изменится, и непонятно, в какую сторону. Вот. И на тренинге мы будем с вами меняться, менять свою жизнь. Мы будем, мы вас поддерживаем. Мы вместе с вами ищем ваш путь, помогаем сделать выбор, да, потому что выбор сделать очень-очень, иной раз непросто, потому что, а вдруг я что-то потеряю. И вот мы разбираемся, что мы потеряем, что приобретем, какой выбор будет наилучший в нашей точке здесь и сейчас. Этот тренинг с 4 марта, он длинный, но вы можете выбрать несколько этапов. У него 4 этапа, вы можете на какой-то один этап, ну, не то, что на какой-то один, вы можете один этап взять, два этапа, три или четыре, это решать вам. На первом этапе как раз-таки мы выбираем, где оно, ваше призвание, в чем оно. И здесь их несколько призваний, вспоминаем, да, мы собираем свои силы, ресурсы, свои таланты, открываем, вспоминаем, что в Чехии это с 4 лет люди уже понимают, что для чего человек пришел, в каком направлении ему двигаться. У нас этого не было, мы в институте, мы, вернее, в школе шли по общему шаблону, в институт мы шли, лишь бы поступить и получить корочку. И дай бог, если хватало сил и честности, и после института пойти туда, не туда, где у нас корочка, а туда, куда хотелось. Вот, мы собираем все наши сильные стороны, таланты, это на первом блоке, на первом этапе. После того, как мы собрали, мы, ну, не просто собрали, мы определили. И плюс мы собрали энергию для того, чтобы идти, потому что первый этап, он подготовительный, он собирательный, он очистительный от старого на нас нового. Мы определили, у нас есть несколько точек нашего призвания. Ага, вот прям, вот это, вот это, вот это мы берем и списком составляем. При этом, что мы дальше делаем? Мы уже на втором этапе. Мы составляем план. Тренинг реализует свое призвание. Он направлен не только вот на то, чтобы найти вот то, что я посмотрела, я как маркетолога посмотрела все тренинги, которые, ну, до которых могла дотянуться, что дают в интернете. Чаще всего на этом все тренинги заканчиваются. Где-то могут за неделю дать, за три недели вот эту всю информацию, у нас же это мы две недели. Где просто собирается, собирательный такой момент, но про энергию мало кто говорит. Во-первых, уже на первом этапе идет отличие, что мы собираем энергию. Мы не просто определяем наши таланты, а именно собираем энергию для второго этапа. А вот на втором этапе уже идет момент, куда, что мы хотим реализовать. Причем мы делаем такую вот веточку. Вот это я буду делать для души. Это не монетизируется. Например, как я, как дочь своих родителей, мое призвание такое-то. И мы смотрим, здесь очень важно понимать, что отношения мама-дочь, папа-дочь и бабушка-дочь, это бабушка-внучка и так далее, они не монетизируются в таком прямом буквальном смысле, но здесь очень большой большая воронка энергии есть. Почему? Потому что, когда у нас налажены отношения с родителями, неважно, в каком, в каких отношениях вы сейчас с ними, неважно вообще живы родители или нет, бабушки, дедушки, просто если у нас внутренне налажен энергетический контакт с ними, есть благодарность, то от них мы получаем огромное количество энергии, опыта, вот на уровне ДНК, на уровне энергии, на уровне такого родового канала мы являемся воронкой, все к нам стекается, и к нам приходит знание, к нам приходит информация, к нам приходит вот, о, идея, это все оттуда, и мы потом дальше передаем, вот мы являемся проводником родовой энергии, и как, вот оно, одно из вариантов призвания по роду. Это вот этап, который мы не монетизируем. На тренинге еще есть этапы, мы выбираем, что мы будем монетизировать, то, что вот, знаете, как для себя галочка, что я пошел на тренинг, зачем, ну вот узнал, и что дальше, а дальше, ну что-то вот с этим надо делать, и вот как раз-таки на втором этапе мы будем делать, мы будем выстраивать путь монетизации, то есть мы будем выбирать несколько, я бы сказала, гипотез, и что я выбираю вот эту деятельность, вот это призвание, и вот это призвание монетизировать, мы выстраиваем одно, сначала одно, берем с малого, да, потому что, ну просто порвемся, Чисто энергетически Я почему говорю, что я оцениваю свою жизнь На сколько? На 8 баллов По призванию, потому что я еще и женщина И мне важно быть в балансе и в энергии Вот эти вот 2 балла Я не по мужски не реализую Потому что пробовала По мужски, я выдавалась Выдавала себя всю И потом вздыхала Ломалась, болела Потом мне ничего не интересно было, перегорала Вот, мы идем постепенно Мы берем, реализуем Раскручиваем нашу спираль действий Спираль нашей жизни Причем постоянно подпитываем ее Энергией, потому что Спады будут, любое новое дело Оно всегда вызывает страхи Что страх в неизвестности получится, не получится Оно вызывает страх в неизвестности Что у нас просто нет информации, нет данных Это новый опыт, который Надо изучить, хотим мы или нет Нам надо туда Чтобы попасть Чтобы написать сочинение Первокласснику нужно изучить буквы И научиться складывать из них слова и предложения Вот примерно такой путь и будет И это все с нашей поддержкой Дальше Это второй этап Мы прямо по планам Так как я маркетолог Еще параллельно Да, Юлиана Она у нас финансовый директор Финансист И все это мы коуч Это мы еще коучи Плюс артерапевты И так далее То есть работаем с разных сторон Мы заходим Подходим к вам Комплексно К голове К душе К телу Потому что если мы придумали Идея пришла О, здорово Я сейчас пойду ее реализую Простите за мой русский язык Да фиг там Почему? Потому что если эта идея какая-то блестящая Она может действительно Иметь все шансы на существование Но она зачахнет в виде идеи тут же Почему? Потому что вы можете Тело может испугаться Что я этот опыт еще не делала Я это еще не проходила У меня нет знаний У меня нет ресурсов У меня того-того нет Фокус на нет Не на то, что есть Она нет И тело сопротивляется Тело ломается У нас паника Начинает дрожь Прям вот телесная дрожь Мы можем плакать Мы девочки, нам можно Может болячки Простыла я Ах, не я простыла Ребенок почувствовал Он простыл У другого двойки пошли Они стали оттягивать на себя внимание Потому что мамино тело сопротивляется Идти туда, куда ей страшно Со страхами будем работать С этим сопротивлением тоже будем работать Как раз таки на втором этапе Мы на втором этапе выводим Вот первый этап Это как раз таки список талантов Выбрали список талантов Потом, что мы не монетизируем Но при этом все равно Какие-то действия совершаем Потому что это важно Мы личности многогранные Нам важно несколько направлений использовать То, что мы монетизируем Идем, да И закрепляемся до первых результатов Вот первые цветочки После этого идет уже Наша коуч-поддержка Чтобы мы зафиксировали Чтобы мы дальше ровно шли Почему? Потому что очень часто После тренингов Вот есть такой вау-эффект Что я получил знания Я получил энергию Дальше пошел сам Да, ну далеко ты не уйдешь Потому что просто Потому что не хватит сил Вот это вот запало энергии Ну как бы хватит Если ты очень целеустремленный Если очень сильно мотивирован Если сильно не мотивирован То через неделю Просто вот-вот Вот она вся Все наши результаты Вот сюда вот вниз побежали Чтобы этого не случилось У нас есть третий этап Это коуч-поддержка Где мы собираемся И наши цели Идем, двигаемся Смотрим, что у нас с саботажем Что у нас со спадом энергии Опять же, он будет Это нормально Что Вот это на третьем этапе Коуч-поддержка И уже четвертый этап Это для тех, кто хочет Еще дальше, еще глубже Еще больше Новый виток Расширяться Вот те результаты Которые были зафиксированы На третьем этапе Задержались Мы уже идем Вот она Создаем новую воронку Новых достижений Новых проектов И реализацию новых идей Вот это четыре таких этапа А вы можете выбрать любой этап Только первый Там первый, второй, третий Кто-то почувствует, что Ну, вначале взял первый этап Второй прошел Ага, я хочу и третий Потому что чувствую, что не справлюсь Окей, просто берете третий этап И идете с нами Кто-то вся У нас участницы сказали Что нет, мы хотим от и до И все четыре этапа Сразу взяли Что я На самом деле У меня для вас Большой-большой-большой подарок Потому что Приехала я после тренинга После тренинга После Праги Звоню своей партнерше Говорю Юлия, ну, вот как ты хочешь Хочешь, не хочешь Но я хочу сделать Настолько переполненно Хочу сделать подарок И вот как раз Сегодня и до завтрашнего вечера Вы можете выбрать Любой пакет для себя Там три пакета есть В записи Есть наша поддержка Пакет стандарта Есть вид пакет Индивидуальная работа Вот И Вы можете выбрать Любой пакет По Первоначальной цене По цене старта Сейчас у нас Самая высокая цена Крупа уже укомплектована Но вы можете взять Я просто Я говорю, я приехала Юлиану Говорю Хочу Я сделаю Хочешь ты или нет Она сказала, что это под твою ответственность И Девушки Ссылка в шапке профиля Вы можете по самой низкой цене Единственное, что Код Напишите Код Прага И тогда я пойму, что Да, вы с прямого эфира Вы видели И для вас Спеццена Потому что Ссылка на тренинг в шапке профиля Там стоят Самые последние цены Самые Ну, как бы Предыдущие зачеркнутые Ориентируйтесь на первую зачеркнутую цену Это самая низкая цена Цена старта тренинга Выбирайте Я надеюсь, что вы сейчас проделали Записали свое Вот это само Счастье Самореализации Призвание Или что-то еще То есть то, что вы записывали То, что вы Чувствовали И я надеюсь, что все-таки Каждый из вас найдет свое призвание И будет ему следовать Пойдет по пути своего призвания Я буду рада видеть вас на тренинге Решайтесь Вот еще раз говорю Сегодня До завтрашнего вечера Можно, кстати, в рассрочку взять Если хотите Все блоки Можно взять в рассрочку И просто напишите об этом мне Напишите в WhatsApp Я На этом заканчиваю Все у меня больше Вот ничего Как бы Все, что я хотела сказать Сказала У нас время как раз подходит к концу Если у вас остались какие-то вопросы Давайте минутку Я жду ваших вопросов Готова ответить Тренинг у нас будет на отдельной платформе Поддержка в группе WhatsApp Что еще ответить Доступ к урокам в любое время С любой точки Можете с телефона Можете с компьютера В любой точке планеты На этом у меня все Смотрю, вопросов больше нет Ну что ж Пишите Пишите в WhatsApp Пишите ссылку на тренинг В шапке профиля У меня все Пока-пока Была рада видеть вас Продолжение следует... Продолжение следует...